Всем привет, дорогие друзья! Это Игромания, Артаваст Мурадян, и я сегодня вам расскажу свой топ игр 2015 года. Небольшое вступление, он довольно попсовый, ну то есть я решил никого не удивлять, все вполне себе очевидно, но некоторые места будут, конечно, ну вызовут у зрителей, наверное, много ненависти, но об этом позже. Будет топ 10, 9,5 я бы сказал, плюс несколько игр, которые я бы хотел отдельно отметить, как разочарование или наоборот не разочарование, но об этом позже. Начнем мы с игры, которая не совсем вышла в 2015 году, она вышла в бете, я бы даже не назвал это 10-м местом, ну просто потому что релиз игры будет в этом году, это Overwatch, на 10-м месте Overwatch, и что можно о ней сказать? Эта бета, она настолько, почему я ее включил, во-первых, в топ, ну хоть это и бета, она настолько хороша, что, ну на мой взгляд, что она достойна быть, ну уже готовым продуктом, то есть туда еще что-то будут докручивать, но то, что есть уже на данный момент, пока что бета сейчас закрыта, но скоро откроется опять, то, что в ней было на момент осени, это, конечно, прям поражало. Blizzard сделала то, чего я, в принципе, не ожидал от Blizzard, потому что, ну никогда бы не подумал, что Blizzard сделает шутер, который, тем более онлайн-шутер, который будет настолько привлекателен. То есть это, наверное, впервые после Team Fortress 2, когда я с удовольствием играл онлайн часами, прям вот бессонными ночами, и, ну, впечатление, которое я получил, это как Team Fortress 2, который помножен на современность. Потому что сейчас Team Fortress 2, я уже, ну, абсолютно не получаю удовольствия, играя в нее, поэтому я был поражен, когда были анонсы, показывали видеоролики, ну, я смотрел и не понимал, как в это вообще можно будет играть, например, там, видео за Монаха, или там, трейсер, который перемещается во времени, то есть визуально видно, что это все хорошо, но, как мы знаем, визуально то, что нам показывают, не всегда в итоге отражает реальность. Ох, Артемий появился рядом со мной, он тоже очень котирует Overwatch, да, мы вместе, собственно, в него очень много играли. Так вот, в чем примечательность этой игры? В ней очень много классов, и у вас, прям, с самого начала, когда вы запускаете игру, вы получаете какое-то, у вас появляется какая-то симпатия к каким-то персонажам, вы за них играете, играете, и даже о других не думаете. Но с течением времени у вас ростер игроков, которых вы используете, он может поменяться в любой момент, и вы можете играть совсем за другие классы, и в каждом классе, хоть он может казаться совершенно неинтересным поначалу, он раскрывается для каждого по-своему. И прелесть именно Overwatch для меня в том, что команда, с которой вы играете, она существует как некое единое целое, при том, что вы даже, ну, можете не общаться между друг другом, но все настолько на интуитивном уровне работает, что вы понимаете, где нужно, например, прикрытие, подстраховать, можете поменять на ходу персонажа и все это сделать. И это сделано на таком тонком уровне, на котором, наверное, может только Blizzard, потому что они в онлайне, вообще в мультиплеере, ну, съели собаку, как вы знаете. Вот, я, ну, еще хотел сказать про свой топ в целом, по Overwatch, в принципе, все, тут говорить особо нечего, просто это та игра, которую я бы рекомендовал всем, кому нравится Team Fortress 2 и вообще онлайн-шутеры. Вот, в целом про топ хочу сказать, что у меня будут очень короткие, ну, очень короткие, наверное, самый короткий топ, потому что я буду понемногу говорить про конкретно то, что мне понравилось в играх или что-то, что не понравилось. Вот, то, что не понравилось в Overwatch, то она еще не вышла, наверное, вот как-то так. То, что в остальном это, ну, почти идеальный продукт. Вот, следующая игра, девятое место, это Until Dawn. Это эксклюзив для PlayStation 4, так называемый интерактивный фильм или кино, как вам больше нравится. Почему Until Dawn попал в мой топ? Потому что эта игра, этот фильм, он сделан в лучших традициях всех, всеми любимых молодежных ужастиков. Но он не серьезным лицом пытается преподать все происходящее, а прослеживается некий тонкий юмор при игре. То есть я не беру сейчас в расчет там вариативность или еще что-то про то, что там очень интересный плод-твист есть в середине, ну, довольно очевидный, но тем не менее. Но игра, она играется очень, так сказать, прямо вот приятно. Вот ты играешь и чувствуешь вот эти все проблемы молодежных ужастиков, как их тебя выпячивают, и от этого тебе и смешно, и игра, и при этом пугает тебя. Ну, то есть вот эти смешанные чувства, которые приятно получать при просмотре, например, фильмов таких, как «Хижина в лесу». Ну, то есть явно прослеживается заимствование стиля повествования, я бы сказал так. Вот. Из того, что там не порадовало, это, наверное, вот эти все взаимоотношения между героями, которые, ну, на мой взгляд, я прошу, я один раз на стриме смотрел, как проходят коллеги мои, а второй раз сам лично ее проходил целиком. Вся эта вариативность, она довольно условная, как обычно в таких играх. И она, ну, и вот эти все взаимоотношения между героями, там ты выбираешь то, все, пятое, десятое, оно не очень влияет, оно, скорее, создает атмосферу. Но в целом, это, наверное, моя единственная претензия. Игра, естественно, выглядит очень красиво, что вы можете наблюдать. Актерский состав дико радует. Вот. Графика, ну, просто потрясающая. Для всех, кто любит красивую картинку, это, ну, одна из обязательных игр, мне кажется. Вот. Это было девятое место. Сейчас перейдем к восьмому месту. На восьмом месте тоже интерактивное кино. Это Life is Strange. Life is Strange от компании Don't Not, которую я еще приметил, когда они выпустили свою первую игру Remember Me, в которой была очень, очень хорошая постпанк атмосфера, такая, такая не мрачная, а скорее более красочная, что делают редко, когда делают постпанк. Постпанк обычно... Ой, господи. Киберпанк. Все, я уже с ума сошел. Киберпанк атмосфера такая очень красочная. Вот. Обычно киберпанк делают очень мрачным. Вот. Здесь мне очень понравилось, что она яркая. И, соответственно, я очень ждал Life is Strange. Когда она вышла, я не проходил ее. Я ждал, когда выйдет все. Потом вышла игра, и мы ее прошли. Даже на стримах показали всем эту великолепную игру. Я абсолютно не пожалел времени. Она делает одну особенную вещь. Она, как и любое хорошее интерактивное кино, она опирается, естественно, на всякие хорошие фильмы. делает то, что, наверное, ни одна интерактивная лента не может компанией конкурентов, таких как Тейл Тейл, ну, не конкурентов, а друзей по несчастью, что Until Dawn, что Тейл Тейл этого не дает. Она дает такое ощущение, что ты смотришь хороший, современный подростковый, ну, молодежный фильм. Не про туалетный юмор или какие-то шуточки, про проблемы с сексом или еще что-то. Тут серьезные подростковые проблемы, и разработчики об этом много раз говорили, что они акцентируют на этом внимание. Помимо этого, помимо хорошей атмосферы молодежного подросткового фильма, музыка, которая там играет, это просто потрясающе. Идеально подобрана музыка, идеально подобраны герои, и, ну, оригинальная озвучка, конечно, прекрасна. Ну, то есть ты абсолютно полностью погружаешься в эту игру. Единственный минус, наверное, который здесь можно отметить, это финал. Но он, как сказать, он был довольно предсказуем, потому что когда в каком-нибудь произведении идут заигрывания со временем, с перемещением во времени, обычно финал становится довольно предсказуем на ранних этапах, особенно если вы сталкивались с такими произведениями ранее, например, смотрели фильмы или читали книги. В целом, визуально игра выглядит очень интересно, и сюжетно она дает вам понять, чем живут, например, подростки современные, если, ну, вам, например, интересно. А это, в принципе, довольно всегда интересная тема, потому что каждое поколение молодых людей живет по-своему, каждая чуть-чуть по-другому. Вот. Наверное, пойдем дальше. На седьмом месте мной очень ожидаемая игра Fallout 4. Наверное, многие подумают... Ну, то есть мнение, наверное, разделится между теми, кто спросит вообще, как он в топ попал, а другие, наверное, спросят, почему на таком месте. Седьмое место, потому что... Потому что, ну, игра меня не разочаровала, но и не дала мне того, чего бы я хотел от Fallout, конечно же. Проблемы с диалогами... Наверное, про минусы сначала. Проблемы с диалогами, ну, это отрицать невозможно. Они отвратительные. То есть, ну, выбор, который там дается, он дается только в середине игры. Ну, начинает как-то себя проявлять. Но до этого вы просто... У вас все проблемы решаются с помощью выстрела в голову любому врагу. Ну, то есть нет вот этого ощущения, как в первых Fallout'ах, когда ты можешь проходить игру, проходить, потом встретиться со своим другом, он тебе расскажет совершенно вообще другую историю, как будто он совершенно другую игру играл. И вот этого не хватало, конечно, в Fallout'е. Но то, за что я люблю Fallout, а это именно мир и атмосфера постапокалипсиса, этого, конечно, очень много. Fallout 4, это, наверное, единственное, что осталось в Fallout 4 для меня от всего остального, но это единственное, что для меня вообще имеет на самом деле значение основное именно в вселенной Fallout. Поэтому я с огромным просто, с огромным удовольствием до сих пор играю в Fallout и всем ненавистникам могу лишь сказать, что, ну, извините, что Fallout не такой, как вы ждали, но что поделать. Есть такой Fallout, и мы... Ну, надо его либо принять таким, либо просто отвергнуть. Что касается плюсов Fallout'а, ну, помимо, естественно, мира и атмосферы, то, что там сделано хорошо, есть еще и трепетное отношение к боевой части, внимание к которой увеличилось, естественно, к последнему выпуску серии. И вот это огромное количество вариативности с тем, с каким оружием вы будете ходить, что вы с ним будете делать, так как боевая часть — это теперь основная, по сути, часть игры, она сделана так, что ты, ну, не жалеешь, что ты играешь в Fallout, хоть он и не тот Fallout, которого ты бы хотел. Вот. Что еще? Ну, про сюжет я ничего говорить не буду, потому что, ну, не хочется сюжете Fallout 4 говорить, он неплохой. Он неплохой, это не самое худшее, что могло случиться с серией. Есть, в конце концов, Brotherhood of Steel для PlayStation 2 и Xbox, так что, ну, крепитесь. Пятая часть наверняка будет лучше. Перейдем к шестому месту. На шестом месте у меня временный эксклюзив для Xbox One — это Rise of Tomb Raider. Эта игра, эта серия, скажем так, для меня, ну, очень важна, скажем так. Я начинал играть вообще в Tomb Raider с первых частей, потом я пропустил очень много частей, потому что я понял, что меня она перестала извлекать так же, как первые две. После чего, когда я услышал об анонсе перезапуска 2013 года, я очень обрадовался, потому что она стала больше похожа на Uncharted, но выглядела как-то иначе, потому что Uncharted для меня, ну, Uncharted, естественно, берет, заимствует как бы идеи из Tomb Raider, а теперь новый Tomb Raider заимствует из Uncharted. В общем, это такая очень интересная, так сказать, такой инцепшн в мире приключенческих игр. Но, тем не менее, что хорошего в Tomb Raider, в новом, вот, в Rise of Tomb Raider, в том, что он исправляет почти все ошибки перезапуска Tomb Raider 2013 года. Он, то, что было хорошо, стало еще больше. Это, там, боевая система, крафт, вот это, стелс, здесь все прям сделано как надо. А то, что было плохо, ну, стало чуть-чуть лучше. Это, ну, естественно, сюжет совершенно никакой. То есть, сюжет в приключенческих играх, вообще в приключенческом жанре, он не всегда, ну, вообще, он не является важной составляющей, потому что они все делаются примерно по одним лекалам. Если вы обратите внимание во всех Uncharted'ах и там в Tomb Raider'ах новых, вы сначала играете, 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 потом выясняете, о каком-то таинственном, ну, то есть, или ищете какое-то таинственное место, попадаете в это таинственное место, там на вас нападают какие-то неведанные силы, которые вас атакуют. В общем, ничего не, ну, прошло столько лет, ничего не изменилось. Вот. Это, ну, даже не сказать, что минус, это просто то, что, ну, на что вообще не надо обращать внимание. Сюжет в этой игре, ну, просто забудьте. Описала сценарий моя любимая женщина, Рианна Пратчетт, которая, я не понимаю, почему она пишет сценарий к играм, потому что она обычно делает это очень плохо. В этот раз не было исключения, там, естественно, он стал чуть-чуть на, ну, на небольшой уровень выше предыдущего, но, тем не менее, не удивил. То есть, есть какие-то сушитные повороты очевидные, такие, и, о боже, так вот кто предатель, там, в таком духе, который, ну, совсем не удивляют. Ну, и совсем идиотские, которые ближе к концу, те, кто играл, поймут, о чем я, я про, вот, именно Киттишград, про вот этих людей, этих оппозиционеров, которые там, и про их голову. Вот. Ну, не удивляет, скорее, заставляет иногда ударить себя ладонью по лицу, или просто, ну, так, ну, ладно. Геймплей великолепный, геймплей прям вот, они, разработчики не стали трогать перезайны 2013 года, они поняли, что то, что было хорошо, надо, ну, надо просто подкрутить, прибавить немножко всяких штук, немножко улучшить крафт, который, в принципе, там, довольно зачат, на зачаточном уровне, но там большего не надо. Вот. Стелс очень мне понравился в новой части, естественно, вот эта система гаджетов, которые вы, получая, возвращаетесь в старые локации, открываете гробницы. Отдельное упоминание, кстати, заслуживают гробницы, которые стали чуть-чуть лучше, то есть, в 2013 году, в перезапуске Tomb Raider, было много гробниц, но они были довольно простые, то есть, вы заходили, решили одну загадку, уходили. Здесь они чуть-чуть поинтереснее, и это, это, в принципе, пока что достаточно. Конечно, я бы, наверное, даже хотел бы отдельную игру, просто, где Лара, то есть, состояла бы из уровней, где Лара бы разгадывала огромные гробницы, но, к сожалению, пока что этого нет. Вот, так что, Лару Крофт, которая сейчас выходит на ПК, и сегодня, кстати, мы будем ее стримить, так что, заходите в 7 часов, она очень-очень достойная, я прям рекомендую всем, кто любит Uncharted, кто любит перезапуск Лару Крофт, кто может боиться попробовать, стоит, оно того стоит, попробуйте, не пожалеете. Так, поехали дальше. Пятое место, вот сейчас будет хорошо. На пятом месте у нас народная любимица, лучшая игра всех времен народов, по мнению всех людей вокруг меня, всех, кто играл, это Ведьмак 3DK, Лару Кота. Я объясню, почему пятое, почему не первое, не второе, не третье. Ведьмак 3 великолепная игра, это мощнейшая история успеха, там, не знаю, компанией CD Projekt Red, то, что было там в первом Ведьмаке, то, что мы видим в третьем Ведьмаке, это небо и земля, то есть никто, играя в первый Ведьмак, никогда бы в самых смелых мечтах вообще не подумал о том, что третий Ведьмак будет таким. Но у него есть для меня лично есть определенные минусы, которые, ну, меня немножко расстроили, то есть ожидания в случае с Ведьмаком были у меня завышены. Я ожидал того, что вот, даже завышено не потому, что я ждал очень игру или читал книги, или вообще являюсь поклонником вселенной, не поэтому, а потому, что сам геймплей очень расстроил. Я начал игру, прошел первую, треть, я был в восторге, я думал, что это лучшая игра вообще во вселенной, ничего не может быть просто великолепнее этого. Но, к сожалению, чем дальше я продвигался, тем больше меня, я ловился на мысли, что боевка, она изживает себя очень быстро. То есть сражения, которых очень много в Ведьмаке, просто становятся ужасно скучными. Во всей игре есть один, один интересный босс, с которым действительно сложно и интересно драться, где надо думать. Я не говорю про дизайн, а именно про механику. Абсолютно неинтересные боссы, финальные сражения вообще никакие. Часть за Цири мне, эпизоды, где вы играете за Цири, меня сначала порадовали своей простотой и, как сказать, ну, своей простотой для освоения. Но позже за этой простотой в итоге ничего не появилось и как-то такое ощущение было, как будто вы играете в большую серьезную игру, а потом надо чуть-чуть поиграть в мини-игру за Цири, а потом возвращают обратно. И эта мини-игра, чем дальше, тем меньше она мне нравилась. То есть, ну, вот как-то так. Что касается сюжета, в Ведьмаке, конечно, потрясающий сюжет. Тут бесспорно, сюжет очень хороший. Для тех, кто читал книги, это вообще, ну, для меня, вот как поклонник книги, это лучшая часть. Лучшая часть относительно сюжета, потому что она, грубо говоря, продолжает напрямую то, что сюжет, который закончился в книгах. То есть, то, чего не было в первом, втором Ведьмаке, чего мне очень не хватало. То есть, это персонажи, такие как Цири и Йеннифер. Вот. Что еще я хотел сказать про Ведьмака? А, в Ведьмаке, CD Projekt Red проделали великолепную работу с графикой. Когда ты путешествуешь и начинается дождь, гроза, там ветер дует, деревья покачиваются, вот это ощущение, оно, конечно, просто непередаваемое. Ну, ни одна другая игра не заставляла меня получать столько удовольствия от именно путешествия по локации. Но, к сожалению, этого не хватает на то, чтобы игра радовала до конца прохождения. Ну, и, естественно, меня расстроили в каком-то смысле однообразные задания, потому что, когда я прохожу Ведьмака, я потратил на него порядка 100 часов. Я, когда прохожу, я стараюсь проходить максимально, ну, вобрать себе максимальное количество контента, и в этой ситуации Ведьмак очень расстраивает какими-то повторяющимися в больших количествах ближе к концу вот этими сражениями с монстрами, которые, в принципе, ничем от другого, когда вы берете заказ на какое-то существо и убиваете его, приносите голову. Ну, то есть, каких-то лучше, вот, на мой взгляд, лучше было бы сделать их поменьше, хотя их не так уж много, по-моему, 25 или 30, ну, там, сделать 15, но сделать каждый как уникальный опыт. А тут, получается, что уникальный опыт это буквально несколько штучек. Вот. Отдельно я хотел сказать про вот эти вопросы, рассыпанные по всей карте. Это тоже, ну, это исключительно личное мнение, то есть, я не претендую на там какие-то претензии к там, сети проекта, но для меня рассыпанные вопросы по карте, которые вообще не имеют смысла, для меня непонятен вот этот ход, зачем надо было это делать. То есть, мне кажется, что было бы более изящно, если бы вот эти все схроны, которые, или там всякие гнезда монстров и прочее не были бы отмечены на карте, и вы бы просто на них натыкались случайно, тогда эффект от них был бы намного сильнее. А так, вы знаете, что вы сейчас придете на вопрос, там будет какая-то фигня, которых там пять видов, а вопросов несколько сотен. Ну, это, ну, настолько неинтересно, особенно, когда вы приплываете на скеллиге, и у вас эти вопросы находятся где-то в море, и вы каждый раз приплывая туда думаете, ну, может, в этот раз, в этом гребаном ящике будет хоть что-то интересное, но нет, к сожалению, нет. Вот, это чисто субъективные претензии, я не, сейчас не претендую на какое-то оценочное мнение, вот, так вот сложилось. Ведьмак 3, к сожалению, в первой и третьей это для меня 10 из 10, во второй это уже поменьше, а в третьей это вообще уже, ну, просто хорошая игра. Вот, поехали дальше. Четвертое место, Metal Gear Solid 5. Игра, которая, ну, как сказать, поразила меня своей, своей геймплейной разнообразностью, хотя я не думал, что вообще получится это сделать, потому что я проходил почти все части Metal Gear'а, моя любимая является третья, ну, тут можно долго рассказывать почему, но, тем не менее, эта пятая часть является, как бы, как номерная, является прямым продолжением третьей части. Тут мы опять играем за Биг Босса, тут происходит, и что, что меня поразило, больше всего, что произошел качественно, огромный скачок между четвертой и пятой частью, так же, как, например, между третьей и четвертой, что не скажешь, там, о первых трех, например, там, я сейчас чисто про геймплей. Сюжет Metal Gear'а я вообще трогать не хочу, потому что это тема, мне кажется, для отдельного Twitch-канала, на котором можно транслировать целыми днями истории из Metal Gear'а. Что касается геймплея, это, конечно, для стелс-жанра это, ну, огромный, огромный скачок вперед. Те, те возможности, которые дает вам игра, объединяя полевые вылазки Big Boss'а и менеджмент базы, которые интегрированы друг в друга, то есть, это не просто, чтобы там что-то на базе построили, потом пошли что-то там повоевали, нет, там все очень плотно интегрировано и влияет на ваш стиль игры, а стиль игры тут может быть любой, то есть, вы можете взять гранатомет и просто ходить и всех расстреливать, вы можете взять, не знаю, пистолет-странквилизатор и попытаться всех там усыпить, можете выключить свет на базе, сломав линию электропередач, о чем даже вам никто не скажет, вы просто случайно, я, например, это выяснил один раз случайно, выстрелив ракетницей и завалив столб с электропередачи, вот, и у каждого в Metal Gear вот, то, что есть в Metal Gear хорошо бы добавить, конечно, в новый Fallout, когда, ну, то, что я рассказывал про Fallout старый, где у каждого игрока есть своя история, потому что играется из-за большой вариативности, у игроков есть, у каждого игрока есть своя уникальная история, вот с Metal Gear то же самое, мы когда играли и с Захаром все время общались и у каждого своя история и там с друзьями со своими, у каждого, нет, нет ни одной одинаковой истории кто как что проходит, потому что вот вот эти находки все, которые там есть, которые вы можете всячески под себя подстраивать и даже тонкости, например, если вы стреляете очень много людям в голову, то у них у всех появляются каски, если вы любите ходить по ночам, то появляется много солдат с ночного видения, потому что игра так устроена, что она просчитывает все варианты и она пытается как бы сделать контрнаступление в каком-то смысле, против которого вам приходится сражаться. Ваши напарники это отдельная тема, у вас есть несколько напарников, которые подойдут под любой стиль игры, есть несколько человек, есть собака, которая, если вы вдруг не хотите играть с человеком, вообще можете один ходить, ну то есть настолько глубокий геймплей я, наверное, не встречал ни в одной игре в этом году. Поэтому четвертое место, я даже думал ее поставить может быть повыше, но там очень все сложно. Metal Gear я бы, наверное, советовал пятый всем, кому только можно, с небольшой оговоркой, что, конечно же, чтобы получить полное удовольствие от игры, вам нужно поиграть в предыдущей части хотя бы в третью. Но это, ну как сказать, необязательно. Вы все равно получите от геймплея ну просто несказанное удовольствие, от тех маленьких открытий, которые вы будете делать для себя, потому что очень много мелочей, о которых в игре даже не, ну которых вам игра даже не рассказывает, вы их находите совершенно случайно. И, конечно же, я хотел отдельно сказать про систему Reflex, которую Кодзима ввел, когда вас обнаруживают, замедляется время и у вас есть несколько буквальных секунд, чтобы решить свои, так сказать, проблемы. Некоторые говорят, ну некоторые фанаты старых частей, говорят, что она, конечно, совершенно упрощает процесс игры и так далее, но не надо забывать, что игра в открытом мире и это не маленькие локации, как в первом Metal Gear, например, Metal Gear Solid, что вы не можете там рестартить миллион раз один маленький кусочек и перепроходить его до идеала. Это игра в открытом мире, вы должны чувствовать себя свободным и Reflex дает эту возможность. То есть даже если вы напоролись на какого-то солдата, у вас есть всегда шанс все исправить. И это, конечно, прекрасное, гениальное решение Кодзимы, как гейм-дизайнера. Он, наверное, лучший гейм-дизайнер в 2015 году, если подводить топ именно гейм-дизайнера. Вот. Наверное, все про Metal Gear. Давайте перейдем к третьему месту. Здесь немножко необычно. На третьем месте у меня Pillars of Eternity. Игра от Obsidian Entertainment. Прекрасных. Просто великолепных людей, которые дарят нам уже несколько десятков лет прекрасные игры. Если вы вдруг не в курсе, Obsidian это выходцы из Black Isle, из Interplay, которые подарили нам в том числе и Fallout'ы старые, и Fallout'ы New Vegas. И теперь вот они выпустили, собрали на Kickstarter денег на старую, хардкорную, ролевую игру в стиле... Так сказать, даже не в стиле, а духовный наследник Baldur's Gate или Icewind Dale. Я небольшой поклонник Baldur's Gate или Icewind Dale. Ну, то есть, я их уважаю, я в них играл, они даруют им кучу часов приятных эмоций, но я не то, чтобы прям сижу и думаю, что все игры должны выглядеть именно так. Но, тем не менее, Беларшуф Тернити сделала очень важную вещь. Она сделала возможным выпуск классических RPG с изометрическим обзором, возможным в современном мире, который, в принципе, в котором чаще всего игры хвалят за красоту и за распиаренность. А эта игра, она хороша тем, что она дарует... это как книга. То есть, это одна из причин моей большой любви к этому жанру и за что я, в принципе, любил Балдерсгейт в свое время. Вы не совсем играете в игру, вы скорее читаете книгу, в которой вам иногда дают возможность поучаствовать физически. То есть, я сейчас говорю про боевые сцены или про возможность выбора развития сюжета. То есть, я помню, что в моем детстве были популярны, иногда попадались на глаза такие книги, в которых вы читаете, а потом вам некий выбор и от вашего выбора зависит, на какую страницу вы попадаете. Вот такая странная ассоциация, но тем не менее. И Пилот, что Фетюрнити это просто квинтэссенция хорошего геймплея классических РПГ и великолепно написанных текстов, которые просто одно удовольствие читать и погружаться в этот мир. Если, наверное, копнуть чуть глубже, то я могу сказать, что, естественно, очень приятный движок, очень красивая анимация у героев, боевая система очень хорошая, ребята из Апсидии на них постоянно поддерживают, выкатывают все время какие-то новые патчи, основываясь на фидбэки от игроков, добавляют какие-то мелкие улучшения и не забрасывают игру. Сейчас должно выйти скоро второе дополнение The White March Part 2, которое тоже очень... Я в него поиграл, я еще не до конца прошел первую часть дополнения, но с огромным удовольствием я окунулся в этот мир, который не похож на обычный DLC, который вы проходите за несколько часов, а этот, ну, такой классический аддон, который происходит в снежных локациях и как самая основная Пилосов Этернити это больше Baldur's Gate по внешнему облику и по духу, а дополнение это ближе уже к Кайсвендейл, ну, то есть такое окутывание теплом фанатов старых игр, при том, что играются они вполне себе современно, то есть нет каких-то неудобных архаичных вещей, которые бы раздражали. Единственное, что я бы хотел лично изменить, если бы был в моих возможностях, это, конечно же, процесс диалогов, которые помимо того, что я сейчас не про текстовую часть, а про все остальное, то есть когда у вас начался диалог, у вас выкатывается огромный список, который вы можете видеть на экране, и все замирает. Вот это то, что я не очень люблю, когда мир замирает, как будто абсолютно ничего не происходит, никаких движений, никаких даже попыток изменить ракурс камеры, вот это уже пожелание современности для этой старой игры, для этой новой старой игры, скажем так, которые бы для меня лично улучшили бы погружение, а в остальном это, конечно, великолепная игра с великолепным сюжетом, отличным геймплеем и кучей часов погружения в этот прекрасный оригинальный мир, придуманный ребятами из Obsidian. Перейдем, наверное, ко второму месту. Это, наверное, все уже догадались, что за игра, кто часто бывает на нашем канале, это, конечно же, Rainbow Six, Сидж. Для меня это сюрприз, скажу честно. Я, когда думал о топе до 1 декабря еще, когда думал вообще про лучшие игры в этом году, я никогда не подумал, что я бы поставил игру Rainbow Six Сидж, это онлайновый мультиплеер, который, при том, что Overwatch уже тогда меня очень впечатлил, я никогда не думал, что я поставлю вообще ее, ну, может, там, не знаю, на 10-е, 9-е место, но никогда не думал, что она попадет на второе. Почему же это произошло, давайте узнаем. Вот. С первых минут эта игра, она захватывает и дает вам возможность работать в команде со своими друзьями или просто со случайными людьми, и прелесть именно этого онлайн-шутера заключается в том, что тут не важно, как вы стреляете, ну, то есть то, как вы стреляете, как быстро вы бегаете, сменяете ли вы свой автомат на нож, чтобы побыстрее добежать, это вообще не имеет значения. Имеет значение только то, как вы обманете своих оппонентов, как вы сыграете с ними в игру, невидимую игру, которая, я не сейчас не проигру, Rainbow Six, а игру в игре, как вы разгадаете их психологию, куда пойдет враг, как он будет играть, как он будет обороняться или как он будет атаковать, зайдет, ну, то есть нет такого способа, что вы просто заходите и все, вы выигрываете, это, ну, то есть нет, нет способа в лоб победить, и это, в этом прелесть, нет, стычка с врагом, не зависит от того, насколько хорошо вы выстрелите в данном случае, а зависит от того, насколько хорошо вы поймете, что сейчас будет сделать враг, которого вы уже слышите, как он там к вам подступает или как он бегает по крыше, что отдельно я сейчас расскажу про звук в игре, это отдельная тема, этот майндгейм, который происходит внутри Rainbow Six Siege, он дарует просто невообразимые эмоции, потому что когда вы побеждаете, благодаря тому, что вы разгадали, как поступит враг, это, ну, как решить хорошую такую задачу, которая даст вам моральное удовлетворение того, что вы победили, не потому, что у вас просто ручки быстрее, или там помоложе, или вы старше, или у вас там опыт большой в шутерах, нет, а потому, что вы просто умнее, вы победили своим мозгом, вот, хочу сказать про звуковое оформление в игре, оно просто великолепно, работа со звуком, сделана так, что если у вас хорошие наушники, да даже не очень хорошие, или колонки, включены всегда, сейчас, чуть-чуть по-другому скажу, в эту игру надо играть с хорошо, с хорошей слышимостью, то есть, вам всегда нужно слушать, что происходит вокруг, потому, что любое действие ваших оппонентов, которое происходит там в определенном радиусе от вас, при должной сноровке, вы сможете распознавать, что вообще происходит, то есть, враги, они между собой переговариваются по рации, соответственно, если вы находитесь близко, вы слышите какие-то вещи, можете понять, что произойдет сейчас, если вы, например, стоите у двери и один из врагов говорит, что, например, сейчас установит, что установил сейчас взрывчатку на двери, сейчас он ее откроет, вы можете прострелить через эту дверь взрывчатку и сломать ее, и он, ну, то есть, настолько много тонкостей, о которых ты даже не думаешь, первый раз запуская игру, думаю, ага, сейчас пойду всех расстреляю, как весело, можно стену ломать, а потом ты с течением времени понимаешь, что, ага, там вот какие-то шаги слева, ага, а, вот, я слышу, как он идет по металлу, ага, это значит крыша, это значит то, и вы сразу принимаете молниеносные решения, которые могут спасти всю партию, вот, еще хотел поговорить про командные взаимодействия, чем мне еще понравилась игра Rainbow Six Siege, что она одинаково хорошо играется как в одиночку, так и в команде, одинаково хорошо, я сейчас объясню, естественно, есть оговорки, в команде вы играете совершенно по-другому, чем когда вы играете один, потому что я имею в виду не про одиночный режим, а один или со своими друзьями, там, по скайпу, например, вот, а когда вы играете один, то вы, естественно, переговариваетесь со своими тиммейтами и переписываетесь, но тем не менее, это все-таки в каком-то смысле сам за себя, командная цель, естественно, есть, но вы просто пытаетесь прикрыть и помочь, когда вы играете в команде, то вы можете работать намного более продуктивно, получать немножко другие эмоции, когда вы играете один с незнакомыми людьми, вы получаете эмоции именно от того, что вы сделали, как вы помогли команде, или как вы там здесь что-то подсказали, или там, когда вы играете в одной большой командой, которая, с которой вы хорошо знакомы и вы сыграны, то там идет совершенно другая игра, вы можете, ну, просто идеально, идеально построить всю оборону или атаку, которая будет похожа действительно на какую-то операцию спецназа. И те, и те чувства, они абсолютно разные, поэтому я вот очень много играю в Rainbow Six и один, и с друзьями, и получаю просто море эмоций, и, ну, тоже я, это одна из тех игр, которые я прям вот рекомендовал бы всем, кто любит вот эти все соревновательные игры, и если у вас есть возможность играть с друзьями, то, ну, просто сам Бог велел купить эту игру. И, конечно же, вариативности этой игре добавляет огромное количество вариативности, разрушаемость и возможность просто зайти на объект, которым вы сражаетесь, с кучей разных способов. То есть, эта игра, она не имеет двух одинаковых историй абсолютно никогда. У меня не повторялись ситуации, ну, не знаю, я наиграл где-то, не знаю, порядка, не помню, что-то, типа, мы пытались посчитать, просто как в Юплее нету статистики, к сожалению, невозможно посмотреть, но там около несколько десятков часов, больше там, шестидесяти. Вот. И у меня не было одинаковых историй абсолютно, потому что оперативник, которых выбираете, они, у каждого оперативника есть несколько способов сражения, то есть, даже внутри каждого отдельного оперативника вы можете каждый раз делать что-то по-новому, и это заставляет просто меня каждый вечер приходя домой запускать эту игру. Фух, наверное, хватит про Rainbow Six, потому что про него я могу говорить очень долго, это великолепная игра, и я надеюсь, единственное, что, я надеюсь, что эта игра будет востребована игроками так же, как мной, потому что я бы хотел в нее играть очень долго. Я не знаю, что будет через полгода или год, надоест она мне или нет, но пока что у меня ощущение, как будто я вернулся на 15 лет назад, я зашел первый раз в компьютерный клуб и играю в Counter-Strike. Сейчас, к сожалению, Counter-Strike у меня не вызывает абсолютно никаких эмоций, потому что игра, ну, по сути, за 15 или сколько там ей лет, она не сильно изменилась. То есть, я ни в коем случае не умаляю достоинства Counter-Strike, я понимаю, что это большая величина, так скажем, в киберспорте в том числе, но Rainbow Six для меня намного интереснее за счет своей вариативности и возможности победить не с помощью, не за счет того, что у вас реакция лучше, а за счет того, что вы просто умнее. Вот. И на первое место никого не будет, ни для кого, наверное, не будет сюрпризом, первое место занимает достойно, справедливо и, так сказать, неоспоримо, на мой взгляд, Bloodborne, это лучшая игра этого года, лучшая игра для меня этого года, естественно. я большой поклонник Souls серии, еще из Demon's Souls, я следил за каждой частью, я с удовольствием прям, вот, она выходила, и я как какой-то обезумевший человек с трясущимися руками просто не мог перестать играть, пока не отпускала вот та самая первая вот эта жажда насладиться вот этой системой, о которой многие уже не раз говорили, когда вы просто получаете награду, а награда ваша в том, что вы победили, не в том, что, там, не знаю, вы правильно нажали кнопки в кути, и, ой, я увидел отличную картинку, или, там, пострелял, тут чуть-чуть поездил, и вот он Call of Duty закончился, нет, здесь прелесть игры в том, что, в отличие, например, от той же Rainbow Six Siege, когда я говорю, что вы, не важно, как вы стреляете, важно, как вы думаете, здесь, это, то, как вы сражаетесь, сочетается с тем, еще, как вы думаете, потому что, построение мира, построение боевой системы, они, очень круто взаимодействуют, во всяких разных, так сказать, во всяких разных направлениях, в которых вы можете использовать абсолютно разные стили боя, при этом пройти игру и не запороть, грубо говоря, персонажа, потому что так построена игра, что вы всегда можете прокачаться и сделать то, что вы не можете сделать сейчас, вернуться или как-то обмануть систему доступными способами геймплейна, или, в конце концов, даже если вы не хотите с каким-нибудь боссом сражаться, вы всегда можете призывать на помощь игроков из других миров, вместе с которыми намного проще будет преодолеть этот рубеж и продвинуться дальше по игре, многие ругают ее, потому что она простая, я имею в виду про фан... Паша недовольно помотал головой, многие ругают, что она простая по сравнению с Souls-серией, ну, так сказать, с прародительницей, там, с Demon's Souls или с первым Dark Souls, за это же ругали, например, Dark Souls 2, говорили, что, и Dark Souls 2 слишком простой по сравнению Dark Souls 1, мне кажется, это глупости, потому что тут дело не в том, что она сложнее или проще, людям, которые играют всю жизнь в Souls-игры, конечно, будет проще играть в Bloodborne, нежели человеку, который заново пришел играть в такие игры, ну, то есть, это довольно спорно и вещь, которая зависит исключительно от личных ощущений каждого игрока, то, что делает Bloodborne с атмосферой, это вообще, ну, как сказать, для меня это было открытием, потому что Dark Souls, он в мире фэнтези, ой, то есть, он, действие происходит в фэнтезийном мире и, ну, все стандартно, то есть, у вас есть мечи, щиты, броня какая-то, то есть, вот это все средневековое фэнтези в самом своем лучшем виде, но это далеко не, ну, для меня не лучшее, как сказать, решение, поэтому к самим мирам, именно к сеттингу я относился, ну, так, прохладно, ну, то есть, мне нравилось, мне было интересно, я обожаю сюжеты этих игр, хотя многие утверждают, что там нет сюжета, это глубочайшее заблуждение, это отдельная история, но это даже не заслуга Bloodborne, я имею в виду сюжет, а в целом, Хидетаки Миядзаки, который таким образом подает сюжет, что вы можете даже о нем никогда не узнать, если вам будет абсолютно неинтересно, он подается через описание предметов по большей части, то есть, ни катсцен, ничего в игре, ну, там одна катссцена в начале, там одна катссцена в конце, условно, и все, вот, но не считая катсцен с боссами, которые скорее не сюжет, ну, естественно, толики сюжета есть, но, ну, там такие крупицы, большая часть, это, конечно же, диалоги с NPC, скудно развросными по игровому миру, и описание предметов, где большая часть происходящего описывается, там, прошлое, настоящее, и, возможно, будущее, вот, по поводу подачи сюжета, многим она не нравится, мне, наоборот, она кажется отличным, это кажется отличным решением, потому что я давным-давно читал, что Хидатаки Миядзаки в детстве очень любил зарубежное фэнтези, это еще когда Солс серии выходили, я читал, он любил западное фэнтези, и когда я его читал, он не понимал большую часть происходящего, из-за языкового барьера, поэтому и подача сюжетов в его произведениях, она примерно такой же, как его детские впечатления от западных книг, которые он читал, это мне показалось, на самом деле, очень интересным способом, так сказать, объяснить подачу сюжета в своих играх, и одновременно довольно романтичным, так вот, Bloodborne, сеттинг Bloodborne, мне очень нравится, это такая, такой викторианский сеттинг, с готическими пейзажами, с великолепной архитектурой, и, конечно, просто неповторимыми, неповторимыми дизайном врагов, а особенно, чем славится вся Солс серия, это босс, дизайн боссов, дизайн этих, просто огромных, гигантских тварей, которые, заходя к которым, вы, ну, впервые, например, играя в Demon's Souls, или в Солс серию, ну, люди, которые впервые играют в такие игры, они, заходя к боссам, к некоторым, испытывают, у них такое на лице написано, нарисовано, такие эмоции, что, ну, неподдельный восторг вызывает, даже смотреть, как люди играют в Bloodborne, вообще, Bloodborne, и, он, он, он настолько омерзительно, прекрасен, в этом вопросе, то есть, мой любимый босс, к сожалению, его, по-моему, нет в этом видео, которое вы сейчас видите, но вы можете его всегда найти, это дочь космоса, и она настолько противная, что ее просто хочется убить, хочется прекратить ее страдания, это, ну, настолько тонкая материя, с которой играет Заки Миядзаки, давая тебе мотивацию продолжать, помимо того, что ты хочешь, хочешь с помощью своего скилла, именно скил решает в игре, в играх серии Souls, ничто не имеет значения, кроме того, как правильно вы управляете своим героем, как вы его чувствуете, так вот, у вас, просто он дарует вам мотивацию находить и освобождать этих несчастных существ, от их бренного существования, потому что они очень плохо выглядят, очень плохо, прям вот, они своей ненавистью подавляют вас завлечь в свой кошмарный мир и поглотить, а вы хотите от этого избавиться, и это все еще переплетено с мотивами Лавкрафта, которые вот играют на чувствах мистики каждого человека, там, связанных с Луной, со снами, с космическими, какими-то неведомыми существами, которые непонятно, откуда пришли, непонятно, куда идут и чего от вас хотят, вот эта тайна, которая держит вас в напряжении и в которой именно нужно разбираться, то есть просто так вам никто не расскажет на самом деле, что происходит в этой игре, и бесконечно то, что, естественно, самое главное в серии Souls для меня, это идеальный геймплей, идеальный геймплей, который не может надоесть, то, чего, например, не хватает Ведьмаку, если объединить Ведьмак и Souls серию, это будет самая лучшая игра в мире, наверное, на планете, потому что вот этот геймплей, он настолько хорош, что он не может просто надоесть, потому что вариативность геймплея в Souls сериях, в частности, в Bloodborne, она немножко, естественно, эволюционировала со времен Dark Souls, потому что раньше у нас был щит, меч, можно было спокойно за ним сидеть и вот так ковырять врага, ну, естественно, все равно было сложно, все равно у вас каждый, каждый, даже самый первый враг, который появляется в игре, может вас убить даже на самых поздних этапах игры, здесь у вас динамика очень сильно меняется, и вы находитесь в постоянном движении, вы не можете остановиться, потому что у вас нет щита, у вас есть лишь пистолет и, ну, холодное оружие в правой руке. Все, что у вас есть и все, что вы можете сделать, это правильно двигаться, находиться постоянно на адреналине, потому что каждое сражение, каждая победа большого, большой твари какой-то, это прямо освобождение, то есть вы чувствуете, как будто вы совершили нечто, это, ну, естественно, не в глобальном смысле, а именно внутри вас, вы совершили какой-то качественный скачок вперед. Это непередаваемое ощущение, которое, ну, подарила мне в этом году только вот одна игра, и это Bloodborne. И эта игра, наверное, у меня, хоть и находятся они все рядом, эти топ-10, но Bloodborne для меня находится далеко впереди. Я даже, ну, не представляю, при каких вообще обстоятельствах что-то другое могло бы обогнать эту игру. Фух, вроде все сказал. На этом основной топ мы закончим. Я хочу рассказать немножко про те игры, которые, ну, у меня есть две игры, которые достойны упоминания, в которые я очень мало поиграл или по каким-то другим причинам я не включил их в топ. Это Mortal Kombat X, во-первых, который, как файтинг для меня, вообще, Mortal Kombat еще 9, ну, условный перезапуск серии 10, вышедшая, десятка вышедшая X, так называемая, вышедшая весной, для меня была еще одним открытием, то есть это такое возвращение в детство в красивой обертке. Это произошло еще с девятой части, десятая часть просто усилила это ощущение. Я не буду много об этом говорить. Я также хотел рассказать про Starcraft 2 Legacy of the Void, к сожалению, я в него очень мало проиграл, но я испытал у меня небывалые чувства тоже того детского ощущения, когда вы играете в игры и играете не ради того, чтобы поиграть в саму игру, а вы играете ради того, чтобы посмотреть красивые катсцены, потому что в случае со Starcraft 2 у меня именно так работает мышление, то есть я играю в него, мне нравится стратегический геймплей, но в принципе он меняется от части к части, я сейчас именно про вторую часть говорю, про ее все подчасти, вот третья подчасть, она в принципе в геймплее не сильно отличается от предыдущих, ну за исключением того, что вы играете за другую расу, но в целом, я надеюсь, понятно объяснил, так вот, и тут вот то чувство, когда ты играешь, чтобы узнать дальше сюжет, увидеть вот эту катсцену и посмотреть, как развивается этот прекрасный мир, который создали Blizzard, за что им огромное спасибо, это одна из моих, наверное, самых любимых вселенных вообще, вот, и я надеюсь, что у меня будет побольше времени в этом году, чтобы все-таки пройти ее до конца, и два разочарования моих в этом году, это очевидно невероятный Order 1886, эксклюзив для Sony, февраль, вышел он в конце февраля прошлого года, прошел уже почти, прошел уже почти год с выхода игры, и она, она настолько никакая, что это ввергает в какой-то ступор, то есть, то, как была, как сказать, то та PR-компания, которая следовала впереди игры, то, как она преподносилась, в итоге мы получили просто очень-очень красивую графику, с точки зрения геймплея, ну, он отвратительный, это, ну, Gears of War в худшем вообще сне фанаты Gears of War, то есть, это худшая вариация, худшей, возможно, вариации, что касается сюжета, это вообще, ну, ну, просто недописанный сценарий, то есть, это, это даже хуже Рианны Пратчетт, казалось бы, как это вообще возможно, но, тем не менее, это было, наверное, первым разочарованием, которое было в этом году, потому что в викторианской Англии, она выглядит великолепно, вообще игра выглядит великолепно, некоторые персонажи, например, француз, я в него просто влюбился, они все, ну, прям, вот как настоящий, хочется их потрогать, но когда ты начинаешь играть, играть, и все больше играешь, потом понимаешь, что игра вообще пять часов длится, и, ну, как будто это только треть, ну, ну, не знаю, лучше уж пойти в автофас купить, переиграть еще раз, получить эмоции, наверное, в сто крат больше, и второе разочарование на сегодня, это Batman Arkham Knight, я не понимаю людей, из, ну, журналистов, которые считают вообще эту игру как-то достойной попасть в какие-то топы подведения итогов, кроме как топ лучшего плаща Бэтмена в мире, потому что единственное, что доставляет, ну, неподдельные эмоции приятные, это то, как выглядит плащ у Бэтмена, серьезно, то есть игра, которую так ждали от Rocksteady, третья часть, завершающая великолепную трилогию про Бэтмена, мы забыли про то, что есть Batman Origins, потому что он якобы не каноничный, там никому не нравится, ну, знаете, я в Batman Origins с большим удовольствием играл, потому что он не обещал мне каких-то золотых гор, здесь, здесь как раз-таки нам пообещали, и даже, то есть, это разочарование не из-за технического проблем с спортом на ПК, а именно вот с тем, что игра, на самом деле, она вообще не изменилась, то есть, со времен Arkham Asylum, она качественно вообще не преобразилась, это на самом деле халтура уровня, не знаю, Assassin's Creed, который выходит каждый год, то есть, добавили Batmobile, который первые там, полчаса вы от него в восторге, а потом, когда вы понимаете, что все, что нужно делать на Batmobile, и все, что можно делать на Batmobile, это ходить, ездить, ломать стены домов, и сражаться с танками, серьезно, то есть, это Batmobile, Batmobile танк, который сражается с другими танками, и когда вы подходите к концу игры, вам говорят, убей, пожалуйста, 40 танков, а потом говорят, убей, пожалуйста, еще 40 танков, а еще убей, пожалуйста, 3 супертанка, а потом еще убей 7 супертанков, а еще один супер-супер-супер-танк убей, пожалуйста, и ты такой думаешь, ребята, ну, ну, это, ну, это стыдно, и это меня, вот это меня поразило до глубины души, потому что так разочаровать Batman, я думал, что не может, потому что, ну, 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 как-то, у меня даже, ну, правда, я в замешательстве, потому что, когда я об этом думал, мне становится очень грустно, потому что первый Batman был глотком свежего воздуха, второй, я сейчас про, естественно, от Rocksteady, второй, который Batman Arkham City был необычным расширением того, что было васайлом, а третий должен был быть каким-то, ну, условно, как Ведьмак, первый, второй, третий, а тут, получается, как будто они сделали одну игру, сделали еще одну такую игру, и еще одну такую игру, и сколько можно, ну, то есть, ну, блин, ну, в общем, простите, но я, правда, негодовал, когда она, когда я закончил, игру, я был в недоумении и очень расстроен, потому что я ожидал от Batman намного более интересных решений, не от Batman, в смысле, а от компании Rocksteady, Batman-то там никаких интересных решений обычно не предоставляет, вот, на этом я, наверное, закончу свой топ, я неожиданно наговорил на час, хотя рассчитывал ложиться в 30 минут, спасибо, что смотрели, дорогие друзья, надеюсь, что мой топ не вызвал у вас очень сильного подгорания, читаем вопросы, фильм года и самый ожидаемый фильм 2016 года, фильм 2015 года, сложный вопрос, я затрудняюсь ответить, ну, то есть, мне, безусловно, понравился безумный Макс, безусловно, он был великолепен, я его с удовольствием недавно даже пересмотрел, но, ну, наверное, пусть будет безумный Макс, потому что, ну, Звездный Войн, это, ну, куров на смех, я вообще не понимаю, ну, то есть, ну, ну, то есть, я посмотрел дважды, первый раз я был в большом, под большим впечатлением из-за вот его подъема и хайпа, ну, то есть, впечатление было хорошее, ну, как-то такое смазанное, то есть, я понимал умом, что как-то не очень, но вот, вот это вот ощущение, что я посмотрел и вот-вот там никто еще там не посмотрел, а я уже видел и там прям вот это, а потом я посмотрел второй раз и я действительно, у меня, когда я первый раз смотрел, возможно, энергетика зал или еще что-то, ну, вот как-то вот это ощущение постоянного напряжения было на высоте, посмотрев второй раз, я испытал какой-то подъем духовный только там в одном моменте, серьезно, абсолютно серьезно, меня тронул только один момент во всем фильме, в остальное время я сидел и смотрел, блин, а что же мне понравилось при первом просмотре, ну, с исключением там очевидных вещей, вот, так что, ну, как-то так, как тебе Doom 2005, это про фильм, видимо, речь, смешно, ничего больше сказать не могу, главный разжигатель страны, я, к сожалению, что-то не видел, поэтому я даже не в курсе, что я там разжигал, я могу только догадываться, Олег, тебя трясет или камера трясется? Да я стол задел ногой, да, вот, по поводу ожидаемого фильма 2016 года, с фильмом всегда такая проблема, посмотришь и забудешь, вот, то есть, немногие фильмы прямо откладываются в голове, там, как Фрэнк или там, как Скотт Пилигрим, что? А, игру Mad Max, я, к сожалению, очень мало поиграл, мне она понравилась, но, но, просто не могу ничего сказать, потому что, и поиграл всего, там, 4 или 5 часов, так, Warcraft, конечно, да, Warcraft я очень жду, спасибо, что напомнили, Warcraft я очень жду, не являюсь большим поклонником вселенной, в отличие от Starcraft'а, Warcraft очень жду, но, ну, умеренно, то есть, я люблю эпическое фэнтези, я большой поклонник Властелина колец, как книги, естественно, как первоисточника и фильма, который великолепно экранизирует эту книгу, Hobbit, конечно, похуже, сильно похуже, но, тем не менее, вот, и такие фильмы, да, я считаю, что такие фильмы должны быть, и должно быть их много, ну, то есть, раз в несколько, раз в пару лет должно выходить что-то такое, вот, грандиозное, так, Арик, что у нас с вопросами от платных подписчиков, у нас все схвачено, не переживайте, мы уже расписали сценарий, все будет скоро очень красиво и хорошо, пойдешь, например, в Дэдпул, Дэдпул довольно интересный, я не уверен, что буду смотреть его в кино, может, дождусь, когда он выйдет уже в цифре, можно будет посмотреть дома, спокойно, не уверен, что нужно идти на него в кино, и еще хочется посмотреть его в оригинале, если будет такая возможность, обычно в цифровых сервисах, где я смотрю, там есть возможность выбора субтитров или языка английского. Как тебе Assassin's Creed Syndicate? Я играл на стриме, и это, ну, халтура, как обычно, на мой взгляд, с Assassin's Creed, то есть, Ubisoft делает, что мне нравится в Ubisoft, это на самом деле очень крутая компания, которая работает сразу на многих направлениях, то есть, есть направление четко, которое делается для того, чтобы заработать денег, есть направление четко, которое делается для того, чтобы, как сказать, произвести игры для людей, которые не любят, например, Assassin's Creed и конвейерные продукты, и есть направление, которое работает на, на интересные всякие находки геймплейные, такие, как, например, Rainbow Six Siege. Ди Каприо получит Оскар? Нет, я думаю, нет, потому что фильм, в котором он снялся, под названием, господи, прости, Выживший, он хороший, он получит Оскар за операторскую работу, фильм. Возможно, может, за режиссуру, но я не уверен, я не помню, в номинантах, как все распределено, но за актерскую игру, ну, Ди Каприо, ну, не заслуживает Оскара, именно за этот фильм. Ди Каприо, один из моих самых любимых актеров, вообще, в целом, я посмотрел почти все, наверное, фильмы с его участием, которые есть, и могу сказать, что это далеко не лучшая его работа, далеко, то есть, в молодости у Ди Каприо были намного более сильные работы, за которые он заслуживал Оскара, как мне кажется. Назовите самую ожидаемую игру 2016 года, Dark Souls 3. Нет, не Dark Souls 3, самое ожидаемое для меня, в числе самых, у меня несколько, я не могу выделить какую-то одну, потому что это сложно. В ожидаемых проще назвать несколько игр, это, ну, проще в конце года подвести топ, искать, какая будет на первом месте, выбрать какую-то одну, а ожидания у меня несколько, это XCOM 2, который выйдет на следующей неделе, это, ну, Dark Souls 3, ну, как сказать, ожидания обычно связаны с тем, что ты ожидаешь чего-то, и, и боишься, этого не получить, ну, как-то вот это смешанное чувство ожидания, надежды, и так далее. с Dark Souls 3, я уверен, все будет хорошо, я ее жду в режиме, что я знаю, что тогда-то выйдет вот эта игра, и она будет гениальной, ну, то есть, примерно в таком формате, кредит доверия к Миядзаке у меня довольно велик, особенно, если он делает Souls серию, вот, дальше игры, естественно, Horizon Zero Dawn, наверное, это самая ожидаемая игра, я очень боюсь, что она окажется пустышкой, но я верю, хочу верить, что это будет так же круто, как тот маленький отрезок геймплея, который нам показали, то есть, нам показали вот этот кусочек, и мой мозг, как бы, достраивает возможности, которые там могут быть, и вот то, что рисует моя голова, то есть, то, что тот рисунок, который есть в моей голове, он очень заманчивый, и, наверное, из ожидаемых, это, естественно, Torment Stides of Numenera, который духовный наследник, Planscape Torment, очень жду, я уже много раз об этом говорил, но повторюсь еще раз, я люблю такие игры, я люблю, когда ты можешь просто сесть и просто погрузиться в эту огромную книгу, интерактивную, еще и с боями, ну, с интересными, кстати, вот, бои в Torment Stides of Numenera, пока что меня не впечатляют, там пошаговая система боя, которая, ну, ну, как в Fallout, ну, в стиле старых Fallout, а сейчас, это, ну, это немножко устарело, скажем так, ну, посмотрим, то есть, там боевка не главная, главное, чтобы она была хорошей, добротной, так скажем, даже не хорошей, а добротной, чтобы не надоедала, потому что пошаговые бои, если они надоедают в какой-то момент, то тебе очень тяжело играть становится. Ждешь ли ты Deus Ex Mankind Divided? Да, еще одна ожидаемая игра, Deus Ex Mankind Divided, киберпанк, все дела, все как надо. Как ты относишься к спойлерам, как ты защищаешься от них при подготовке, прохождении игр? Например, как ты подготовился к XCOM 2? А смысл, ну, как от спойлеров не защитишься, потому что, ну, с моей работой от спойлеров защититься, ну, невозможно, потому что я всегда читаю чат, и глаза схватывают информацию быстрее, чем мозг останавливает их, скажем так. Поэтому, да, я, к сожалению, схватываю спойлеры, и, ну, я не хочу их, конечно, знать, не в случае XCOM, на XCOM мне в принципе плевать, потому что в XCOM для меня сюжет интересен, я читаю все, всю, всю информацию, которая есть в XCOM про Enemy Within, я читал каждое описание каждого предмета и так далее. Мне интересен мир больше, чем сюжет, то есть, если мне там скажут, чем закончится, какой будет сюжетный поворот, ну, я такой, ну, 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 узнал. Ну, то есть, это не какая-то драма. большая ценность для меня несет геймплей в XCOM, который там, конечно, великолепен. В первом был, в Enemy Unknown, ну, в Изин, и во втором, по тому, что я видел, он стал только лучше. Stream XCOM 2 будет? Конечно будет, конечно. Такой же активный, как Bloodborne? Нет, ну, конечно, нет то, что из дома, но пока я не стримлю, поэтому нет. Скорее всего, будем по вечерам скоро продолжим проходить Bloodborne, Metal Gear и прочее. То есть, совсем обидно? Ну, так, не знаю, странный вопрос. Какие инди-проекты заинтересовали? Вообще, ну, Darkest Dungeon мне очень нравится. Invisible Ink, вот, ее я думал включать в список свой или нет, и решил не включать, потому что я наиграл у нее всего 5 часов, но она без малого тоже великолепна. Она, наверное, из инди-игр одна из самых лучших в прошлом году. Так, понравились, понравился ли тебе Resident Evil Revelations 2? Я ее наблюдал со стороны, то есть, когда ребята стримили, они ее целиком проходили, я, по-моему, почти на всех, кроме одного стрима присутствовал, но, нет, ну, ничего вообще, то есть, такая супер проходная игра просто для фанатов вселенной, ну, и для людей, которые любят кооператив, как-то так. «Арик, ты планируешь вернуться с ночными стримами и когда?» Я планирую, да, скоро мы, когда наладим весь процесс с Павлом, я смогу по вечерам иногда стримить, вот. «Арик, думаю, что на нее понадобятся миллиарды часов, чтобы поиграть, я как-то уже перестаю ее так сильно ждать». Half-Life 3, Half-Life 3 прохладно, Portal 3, да, Portal 3, ну, одна из самых ожидаемых новых игр. Portal 3, Left 4 Dead 3 я очень хотел бы увидеть, Half-Life 3, наверное, в третью очередь, ха-ха, из этих трех игр. «Арик, кто-нибудь в редакции ждет Рэдчеттен Кланг?» По-моему, Геворг ждет эту игру, остальном, Паш, Рэдчеттен Кланг? Нет, нет. «Арик, будешь играть Plants vs. Zombies Garden Warfare 2?» Только по, да, по долгу службы, мы обязательно его постримим, но буду ли я в него залипать, я не думаю, учитывая, что есть Overwatch и Rainbow Six Siege, но, как говорится, я не могу заглядывать, потому что вдруг я в нее поиграю и такой, в конце года такой, «Господи, это лучшая игра в этом году!» Ну, то есть, всякое может быть. Portal 3 маловероятны же. Вот откуда эта информация? Откуда? Откуда эта информация, что Portal 3 маловероятен? А, я же микрофон чуть не обронил. Ну, что, а что концовка? Ну, что, нет, можно заспейлилить Portal 2, я думаю, никто не умрет. Что, что, ну все? Ну, и что? А ты не думаешь, что выпустив тебя, они могут начать следующую игру с того, что они хватают тебя и сажают тебя еще куда-то? Да вы чего, ребята, концовка, то есть, можно говорить о том, что не может быть продолжения с тем же героем, или там, и даже тут чел, как бы, жива, ты все равно можешь, нет, нет, ну, вы чего, в конце концов, ну, вы такие наивные все, даже ты, Паш, я не ожидал. Арик, ждешь Uncharted 4? Неа. Ну, то есть, он прикольный, я в него обязательно поиграю, но, но, что он выйдет, что он не выйдет, ну, как-то так. Ну, то есть, да, прикольно, я жду в состоянии, типа, ну, да, я бы поиграл, ну, как-то так. Как вам дополнение Assassin's Creed? Вот это странный вопрос. Да никак, я не играл в него. Как тебе новый Tomb Raider? Серьезно? Арик, есть у тебя мнение, потому, что все прогнозят продолжение Shadow of the Colossus? Я затрудняюсь, полупопик Бочарова ответит тебе, потому, что я не в курсе, кто прогнозит продолжение Shadow of the Colossus, потому, что, как бы, ребята эти сейчас вплотную заняты Last Guardian, это Team Ika, и, ну, как бы, немножко, ну, не до того, или ты подразумеваешь, именно, этот, Last Guardian. Ждешь Escape from Tarkov? Я посмотрел, но он прикольный, это такой, типа, Rainbow Six, только, немножко в другом сеттинге, и немножко без, без возможности баррикадироваться, и немножко, в общем, другая игра, ну, как-то, ну, зачем, у меня есть Rainbow Six, но, я не жду ее так, что, да, она выйдет, я буду играть, там прям, нет, нет, она выйдет, я, естественно, ее попробую, но пока что она, на самом деле, впечатление оставляет, как Evolve, ну, то есть, прикольно, такая вот, что-то прикольно, вроде как, перспективно, а что будет, непонятно, на самом деле, вот, ждешь ли ты Quantum Break, того, чего, я не хочу видеть в этой игре, того, что я увидел в Alan Wake, то, что я почувствовал в Alan Wake, когда я играл впервые в него, он мне к середине надоел, я не хочу, чтобы Quantum Break не надоел, вот, хотя вот сейчас я на новогоднем марафоне, когда запускал игру Alan Wake, она была очень прям, меня порадовала, но так же, как и в прошлый раз, я когда запустил игру, я с восторгом такой, ой, какой тут все классно, и такой прям, воу, воу, а потом, как-то вот так вот, наскучила, а как же Mirror Sedge Catalyst? Дорогая Ксюша, я сейчас, наверное, тебе разобью сердце, но я никогда не любил Mirror Sedge, я вообще не понимаю человеческой любви к этой игре, для меня это просто плохая игра, но это мое личное мнение, естественно, для меня Mirror Sedge, это какой-то скучный симулятор паркура, с каким-то отвратительным дизайном, многие скажут, что ты ничего не понимаешь в минимализме, как обычно это Ваня говорит, вот, ну, не знаю, мне не нравится, мне не впечатлило, ну, как-то, для меня слишком бюджетно, и эта бюджетность, она прям в глаза тебе искрит, вот, не знаю, как относишься к эмуляторам, использовал сам эмуляторы, ну, эмуляторы, типа старых игр, ну, старых консолей, которые ты не можешь сейчас поиграть, каким-то адекватным способом, ну, да, нормально, отлично, вообще, у меня куплен в стиме Sega, симулятор, Sega, этот, Genesis Collection, который, собственно, есть эмулятор, который, ну, нормально, ну, то есть, я против того, чтобы эмулировать что-то современное, потому что, пиратство, это плохо, но мы об этом не будем сейчас говорить, потому что это бесполезно, вот, так что, вот так вот, сейчас, давайте посмотрим, пламя горит, ну, простите, простите, я не люблю Mirror's Edge, правда, мне, я, я, когда она, ну, вышла, я такой, о, прикольно, запускаю, что-то скучно, вариативности никакой, ты бежишь, ну, вот, у меня в памяти отложилось, как будто ты, вот, у тебя есть один верный, верный путь, и ты должен по нему бежать, я, а, так ведь, Паш, нет? Ну, то есть, хорошо, там есть, иногда можно разветвиться, но в целом, у тебя все довольно банально, ну, по моим впечатлениям, и, а мне бы хотелось, игры по паркуру, условно, как Assassin's Creed, то есть, в хорошем смысле, то есть, когда у тебя, не какая-то, вот, точка А, точка Б, и вот у тебя, тут есть небольшие разветвления, наслаждайся великой вариативностью, блин, паркурщица великая, почему ты не можешь, там, не знаю, обойти по-другому, почему, вот, ну, я имею в виду, это ожидание и реальность, скажем так, мои ожидания были, это паркура из Assassin's Creed, а реальность, это такой, типа, беги вперед, коридор, ну, меня это расстроило, вместе с дизайном, и, сюжетом, есть же Dying Light, да, есть Dying Light, я очень хочу в него поиграть, но поиграю, наверное, лет через пять, как впечатление от прохождения Half-Life 2, хорошо, хорошо, в целом, ну, вот я Паше говорил, то, что я не говорил на стриме, так активно, у меня вызывает недоумение некоторые дизайнерские решения и убогость окружения, Паша мне доказывает, что это мир такой, а я пытаюсь доказать Паше, что это просто убогий дизайн в некоторых местах, в целом, я сейчас не про весь мир, а какие-то конкретные моменты, они просто раздражают своей серостью, искудностью, но они совсем маленькие, и в целом, мир, конечно, потрясающий, и вот это ощущение какого-то безысходности и постапокалипсиса, смешанные друг с другом, как-то обычно и бывает, вот этого тоталитарного режима, вот антиутопичность, я вот это обожаю, я вообще люблю очень антиутопии, и мне это нравится в целом, геймплейно, ну, ну, шутан, нормально, пил-пил там, вау-вау, весело, страшно, что важно, потому что Half-Life был задуман, как страшный шутер, и он выполняет свои основные функции, вот, играл в Undertale, нет, но, поступают смешанные сигналы, Артемий говорит, что, боже, это 10 из 10 шедевр, Ян Кузовлев говорит, господи, и там Ваня говорит, что, господи, что это за дерьмо, поэтому, ну, я где-то посередине, мне, мне пофиг на эту игру, может быть, если, я, они, кстати, ничего не знают, то есть, я знаю, что там плохая, ну, то есть, пиксельная графика, что-то происходит, надо играть, вот, может быть, я поиграю, и это окажется шедевром в моих глазах, ну, как-то, неинтересно, пока что, вы на каком-то стриме обсуждали возможность круглосуточного стриминга, есть ли у вас какие-нибудь продвижения по поводу этого, кроме как набросов желаний и идей, есть, да, мы планируем, ну, круглосуточно пока что мы не можем вещать физически, это план, типа, пятилетка условно, про круглосуточное вещание, потому что это уже формат телевидения, то есть мы как бы должны круглосуточно поддерживать всю эту, ну, большую махину работающую, это не так просто, как вам кажется, это не просто один человек сел и круглыми сутками стримит, к сожалению, нет, это нужна команда намного больше, чем сейчас у нас есть, но та команда, которая у нас сейчас есть, она в будущем сможет обеспечивать стриминг, во всяком случае, дневной, почти непрерывный, то есть мы хотим по будням стримить, как минимум по будням стримить целый день, то есть условно, игра утром закончилась, потом что-то еще, что-то еще, что-то еще, и вот так, вот так, вот так, но это не делается тоже за одну секунду, вы понимаете, это план на ближайший год. Арик, съешь сахарку? Нет, сахар убивает. Играл в масс-эффект трилогию, если да, то как тебе? Обожаю вселенную масс-эффекта, это ощущение космоса, оно там просто великолепно. Прохладно отношусь к Батхёрту по поводу концовки третьей части, потому что я забросил третью часть прямо перед самим финалом, я пришел запускать эти ракеты в Жнеца, пришел, если вы помните, мама говорит, вот ракетница запускает, я эту историю вам раз десять рассказывал, но, видимо, есть новые люди, которые не слышали, почему бы не рассказать. Я такой подхожу к этой ракете, смотрю, там есть еще одна ракетница, или наоборот, там было сначала врагов убиваешь, потом врагов, ну неважно. И я вижу, вот она стоит рядом, и я вот думаю, сейчас я нажму, мне точно скажешь, что-то пошло не так, иди ко второй ракетнице. И мне вот эта прозрачность, вот этого искусственного затягивания времени геймплея настолько взбесила, что когда я нажал, и мне действительно ракеты попали мимо, и мне сказали, убей еще сотню врагов, после чего ты сможешь запустить еще ракеты, на этом месте, наверное, впервые в своей жизни я выключил игру и удалил ее, прям, ну, почти сразу, серьезно. Абсолютно серьезно, потому что в Mass Effect, хоть мне не нравится очень боевая система, и вообще в целом мне нравится третий Mass Effect, он оставил довольно приятный и впечатление, то есть все такое прям красивое, ну, то есть все такое прям взрывается, там все серьезные сюжеты, ты такой прям женицы, галактики, я объединю всех, и так далее, ну, то есть, и тут в конце убей 40 врагов, чтобы победить еще 40 врагов, я такой, блин, вы издеваетесь, я там галактики сейчас, галактиками вертел, уже все сделал, а вы просто на меня нагоняете волны врагов. мне показалось, это настолько тупо, что я просто не выдержал, и выключил, и удалил, и подумал, что еще тогда вот этот весь хайп был как раз из-за концовок, я подумал, блин, да ну нафиг, не буду проходить, не буду портить себе впечатление, потом прочитал, посмотрел на YouTube, и такой, думаю, ну ничего, ничего такого, как бы. Так, третий, все-таки в плане сюжета, слить чуть больше, чем полностью, так, а я не говорю, что мне нравится там какой-то глубокий сюжет, там, я не знаю, как в приключенческих, вот то, что я про Том Брейдер рассказывал, как в обычных приключениях, то есть, там тебе подают такой сюжет, который вроде он интересный, достаточно интересный, чтобы, ну, не надоест, но и не хватает звезд с неба, то есть, тут интереснее взаимодействие между персонажами, какие-то такие моменты, а не глобальный сюжет, потому что глобальный сюжет тупой, вот, ну, если так брать, все масс-эффекты, вот, построение, Паша не одобряет, очень не одобряет, хорошо, ты ценитель сюжета масс-эффекта, очень не одобряет, ты когда проходишь с первой по третьей, вот, без прежива, ты просто, в конце третьей оказываешься, просто, в куче своего силы. Слушай, ну, вот эти женицы, потом, вот этот чувак, который сидел в саркофаге, ты его размораживаешь, он твой компаньон, ты такой, ты же, компаньон, а ты только можешь определенность. И ты такой, господи, что за, просто, ну, понимаешь, эти женицы, просто одним плевком, могли бы все снести, но нет, они что-то там тянут, что-то там выду, они летят, они летят, да, ведь они, ведь они, почему-то, ну, в общем, вот эти все условности, которые, я на них просто не обращаю внимания. Все, Паша уже не выдерживает. Просто еще там, люди спрашивают, а двойной удар-то будет? А, двойной удар же, господи, я совсем забыл. Да, двойной удар будет, да, может быть, чуть-чуть позже, минуты 15. Так что, все, пора прощаться. Будет ли стрим, завыть нас, последний вопрос от Ксюши? Возможно. Последний ответ. Паралик. Да. Все, всем спасибо, увидимся через минут 30-45 на двойном ударе. Продолжение следует...